Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня есть близкая подруга, мы давно общаемся, хотя живем в разных городах, постоянно на связи. У меня нет друзей, обычно я столько с ней и часто делюсь с окровенным. Меня стало беспокоить в ней какое-то негласное осуждение. Я не помню было ли это раньше, но сейчас я стала это ощущать. Мы примерно на одном уровне и финансовом, и развития с ней, только она замужем, а я нет. Пытается она себя обеспечивать, но получается плохо. И она стала как-то постоянно перечит мне осуждать все, что я говорю. В том числе и мой выбор. Она не напрямую, но косвенно как-то это делает, выставляет меня человеком с какой-то низкой самооценкой, раз я на такую жизнь соглашаюсь, она типа никогда бы так не жена. При этом она так же страдает от финансовой несостоятельности, как и я. И так же не умеет зарабатывать. Я пробовала танцы. Она сказала, что танцовщица из меня никакая. При этом мне нравятся в целом ее рассуждения. Она мудрая, но отношение ее ко мне не нравится. Такое ощущение, что она мембер, а я с ней советуюсь как наставник. При этом мои фото она лайкает. Была я на отдыхе, но так она осудила этот город, где я была. При этом она никуда не выезжала на отдых, хотя очень хотела. Как мне изменить этот фактор в общении с ней и перестать с ней делиться или советоваться. Или логично перестать общаться. Просто терять подругу не хочется, тем более у меня больше никого нет. Ну и такое отношение для меня нетерпимо. Ко мне часто друзья относились высока. Собственно из-за этого я со многими прекратил общение. А с людьми, которые как бы хуже меня, мне неинтересно, я тоже не общаюсь с ними. Ну, как бы то, что вы описываете, вообще очень похоже на оберкаливание вашей подругой, вашего собственного, скажем так, состояния. Вот. То есть... Как это работает? Вы сами транслируете, ну, примерно, да, транслируете такую мысль в общем и целом. Вы сами транслируете такую идею, что вот если есть люди лучше, есть люди хуже. И, соответственно, да, что получается в этом, ну, вот, в этом, в этом контексте, что получается? В этом контексте получается, что подруга вам это озеркаливает. То есть она просто демонстрирует вам ваши же собственные мысли, ваши же собственные какие-то установки. Вот. Потому что история про то, что с людьми, по которым вы считаете хуже вам неинтересно, вам неинтересно, да? Вот. Вот. Это же ваши слова. Это ваши слова. Ваши слова. Это не слова ваши, а друг. Вот. А то, что она говорит про вас, отражается в этом подходе. Как бы, как бы вам вот этого хотелось или нет. Вот. Поэтому, в первую очередь, здесь, конечно, нужно не думать о том, как, например, вести себя с подругой. А здесь, в первую очередь, нужно работать вам со своей самооценкой. И как-то обходить немножечко, что ли, от идеи того, что есть люди хуже, лучше. Вот. И так далее. Как-то смотреть на, побольше, чем вы ценны, какие у вас ценности, что вам интересно и так далее. Вот вы, например, говорите, да, что не умеете вырабатывать. Вот. Ну, а практически любой человек, стремясь только зарабатывать, находится в постоянном напряжении. Потому что у него, как-то кроме, кроме заработка, да, у него как-то нет ничего больше. Вот. И у него либо получается зарабатывать, но он вынуден находиться в постоянном напряжении, чтобы удерживать эту планку. Либо у него, либо у него вот, как у вас, зарабатывать не выходит. Вот. И он тоже, в принципе, находится в постоянном напряжении из-за этого. А делать-то он вообще что хочет? Интересно-то вообще, ну вот, интересно вообще ему что? Вот тот вопрос, на который вам нужно себе ответить. С точки зрения психологии, я бы сказал, что стремление к заработку, если это только не является ценностью, то есть если вот деньги не являются ценностью человека, да, ну если деньги не являются ценностью человека, да. Если деньги не являются ценностью человека, то, ну, подход тут немножко другой тогда, если деньги являются ценностью человека, вот. Но если деньги сами по себе ценностью, ценностью для человека не являются, то стремление к заработку, это вот в какой-то степени получается, что бегство от себя. Вот. То есть я как-то вот в заработках бегу. Вот. Я бегу куда-то. Или от чего-то. Вот. Вот. То есть вот эта история, она вот, ну, такая. К сожалению. К сожалению. И вам нужно увидеть, чего в заработке вы пытаетесь достичь. Безопасности, признания и так далее. Деньги вам этого не дадут. Чтобы дали. А чтобы дали, нужно, чтобы их было очень большое количество. Бесконечное количество. Чего, понятно, не будет, не будет никогда, и вы будете вот находиться в постоянном, как я уже сказал, напряжении. Вот. И, соответственно, ваша жизнь будет адом. Поэтому работать здесь нужно именно вот с вашей уверенностью в себе, самооценкой. Вот. А точнее, наоборот, я бы сказал, отходом от самооценки. Да. Чтобы, ну, как-то вот вы обходили бы несколько от этой идеи, от идеи оценивания себя. Вот. Чтобы вы больше делали упор на то, с чем вы являетесь. На свои ценности. На свои приоритеты. Взгляды. Желания. Вот. Потребности. В том числе. Вот. Что касается подруги, то я думаю, что нет. Нет смысла. Гадать, что ею движет, когда она так говорит. Вот. Нет смысла. Не вы, не кто-либо до конца не узнаем, что она хочет, да, и для чего она вот это все, например, делает. Но я думаю, что вы можете совершенно спокойно сказать ей о своих чувствах, сказать, что вам неприятно и сказать, какую вы себя ощущаете, когда от нее слышите вот. Ну, такие вещи. И дальше просто посмотреть на ее реакцию. Вот. Может быть, она и не хотела никогда, чтобы вы это воспринимали так. Может быть, она хотела чего-то другого. Может быть, у нее самой, ну вот, на данный момент, есть какие-то проблемы. И она выбрасывает на вас негатив свой. Вот. Такое, как вы понимаете, вполне возможно и реально. Вот. Но это все догадки. Пока это все только догадки. Вот. И, соответственно, гадать можно очень долго и так ни к чему не прийти. Поэтому мне бы не хотелось заниматься гаданием, честно говоря. Вот. Мне бы хотелось больше обратить внимание на вас. Хотя из того, что мне, например, пришло, когда я читал ваш текст, мне почему-то пришла в голову зависть. У меня появилось ощущение, что ваши подруги вам завидуют. Вот. И очень боится, что вы добьетесь успеха. Большего, чем она. Понятно, что больше это сейчас про мои предположения. Совершенно вы не обязаны, что называется, с этим соглашаться. Ну, просто вот. Если говорить о том, как это отвлекается мне, то отвлекается мне это вот таким образом. Хотя, повторюсь, на истину я не претендую в данном вопросе от слова совсем. Мне не кажется это чем-то хорошим. Вот. Такие дела. Надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать, начать над собой работу. что это позволит вам как-то вот начать двигаться к обретению себя. Это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. То есть, я тут сформулирую обратную связь на мой ответ. Вы сформулируете какие-то базовые постулаты для психотерапии. То есть, ну, для моментов, которые вы бы, например, хотели бы себе, допустим, изменить. Соответственно, вам нужно выбрать психолога и начать работать с ним по тем постулатам, да, которые вы сформулируете. Вот. Это будет самый такой вот качественный способ последовательно решить ваши проблемы. Всего вам самого доброго. Удачи!